Друзья, приветствую! Недавно с удивлением узнал, что не все гуру масляного рынка полностью осознают, где и как происходит деградация, основная деградация моторного масла. Поэтому решил записать такое видео и определить своим мнением. На этот счет вы уже сами рассудите правоту или не правоту, может покритиковать. Значит, смотрите, можно иметь смысл рассмотреть, например, сравнение АТФки. Это жидкость, в основном предназначенная для работы в автоматических коробках передач и моторного масла. В автоматических коробках передач тоже присутствует высокое давление. Помните, школьный курс физики. С ростом давления растет температура, нагрузки достаточно высокие. И поэтому АТФки нередко нагреваются свыше 100 градусов, что сопоставимо с нагревом моторного масла. То есть разница здесь получается только в камере сгорания. Соответственно, основная деградация моторного масла, потому что оно в разы меньше работает, чем АТФка по сроку службы. Несмотря на то, что у него значительно больше моющих нейтрализующих свойств, чем в АТФке. Значит, основное отличие в камере сгорания. Что же происходит в камере сгорания? Для того, чтобы обеспечить приемлемый ресурс агрегата в паре между стенкой цилиндра и поршневые кольца, необходимо, чтобы находилась масляная пленка, чтобы поверхности не соприкасались, иначе будет трение, повышенный износ и высокая температура, вплоть до сваривания, что иногда происходит с коленвалом и вкладышем, когда бьется масляная пленка. Температура моментально подскакивает и сваривает поверхность. И здесь вполне вероятен такой вариант. Значит, для того, чтобы удерживать масляную пленку на стенках цилиндра, производитель наносит на стенки хоновую септу. Это такие риски, находящиеся под определенным углом друг к другу. Они удерживают масляную пленку. И масляная пленка, это после проходения поршневых колец, составляет 3 микрона примерно. 3 микрона это у нас в 25 раз, толщина в 25 раз больше человеческого волоса. Такая микро-пленочка защищает пары трения друг от друга. Значит, на вспышке температура в камере сгорания может достигать 2000 градусов. Сам процесс сгорения, если помните школу, это процесс окисления, связанный с выделением большого количества тепла. Окисление, помните, да, без воздуха, костер не горит. Зимний горит, накройте костер брезентом, и он погаснет. Для горения необходимо топливо и окислитель. В данном случае воздух является окислителем топлива. Значит, вот такая повышенная температура, моментально она воздействует на эту сверхтоненькую пленочку. И максимально ее закисляет, потому что это окислитель, повторю, процесс. Значит, далее поршень поднимается, из картера поднимается туман масляный, который образуется в паре вкладыш-коленвал под нагрузкой. И на оборотах, даже на средних, толщина зазора между коленвалом и вкладышем варьируется от 50 микрон до 2 микрон. Идет поршень вверх, зазор увеличивается, идет поршень вниз, придавливает коленвал к вкладышу, зазор уменьшается. И вот эта вот постоянная пульсация разбрызгивает масло, и оно оседает на стенках цилиндра. И, двигаясь вниз, поршень смывает вместе с этим маслом, с излишками этого масла, вот это закисленное, небольшое количество, оно минимальное количество. Но, тем не менее, каждый такт, каждую вспышку образуется новая порция минимальная, сильно закисленного масла. Значит, все это сливается в картер, там щелочное число борется с ним, пока не срабатывается. Как только срабатывается щелочное число, кислоты уже ничего не сдерживает, образуется, начинают в масле образовываться всякие растворимые и нерастворимые соединения, которые ведут к загущению, к образованию шлаков, шламов, лаков и прочей прелести. Значит, вот в этом месте происходит основная деградация. И, соответственно, кислотное число относительно свежего постоянно, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть растет. Значит, вот такие моменты. Есть еще один вопрос, который я также хотел рассмотреть. Что же максимально влияет на моторное масло? Да, мы выяснили, что это камера сгорания. Следующий этап, да, что это кислительный процесс. И давайте посмотрим, какие основные факторы влияют на масло. Значит, топливо-воздушная смесь, это смесь воздуха и топлива, которая в итоге расплодняется. Соотношение, правильное соотношение топливо-воздушной смеси, 14,7%. Если мы это разделим на 100%, то получаем, что топливо в этой смеси 6,8%. Это небольшое количество, и поэтому определяющей роли оно не играет. Да, понятно, что если есть серая, присутствует топливо, какое-то влияние оно оказывает. Но основное все-таки не топливо. 93,02% это у нас воздух-атмосферный. Из чего состоит воздух? Основной компонент воздуха, 78%, это азот. По-английски нитроген. Помните, закись азота в фильмах, там иностранных, это нитро. Закись азота, нитрование, оно выводит нитрование. Производители, такой самый распространенный, один из самых распространенных показателей по, значит, экологии, особенно вот в Европе, это выбросы оксидов азота. Это вот окисление азота, нитрование. Следующий по количеству, это кислород. Почти 21%, суммарно они составляют около 99% состава атмосферы. Значит, кислород по активнее, но тем не менее его поменьше. Вот эти основные факторы, которые влияют на деградацию масла. В первую очередь это азот и кислород. В какой-то степени там уже топливо с присаживом. Вот, и соответственно, если, ну тут можем вернуться, у меня было видео про, где я покритиковал лабораторию МИДС ГСМ, которая использует для оценки отработки ГОСТ, предназначенный для свежего. Так вот, этот КОСТ не учитывает, значит, нитрование. Он на азотную кислоту не реагирует практически. Соответственно, основных процессов окислительных он не видит и дает завышение. Вот, все элементарно просто. Не надо там, как некоторые деятельности одного известного клуба, искать какие-то экзотические кислоты там и прочее, прочее. Смотрите, что максимально в составе, то максимально и задействовано. Так же, как в моторном масле, самое основное, это у нас база, это фундамент. Все остальные, база обычно не менее 70%, все остальное, это уже отдельные компоненты, там где-то 5, где-то 2, где-то 3, которые призваны помогать базе работать, продлить срок службы, такой, как вот щелочные компоненты, или, значит, противоизносные компоненты, которые там противозадирные, или компонент, который удерживает загрязнение в масле, или какие-то депрессоры, которые понижают температуру застывания, ну и прочее такое. И опять же, полимерный загуститель, куда без него. Вот, такое у меня видео получилось, пишите, что думаете, значит, по этому поводу. Благодарю всех, кто посмотрел его. Всем удачи и здоровья, береги себя и близких, всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.